Уважаемые коллеги, многие из вас уже знакомы с программой Movavi, используют ее для фото, видеоредактирования, для монтажа видео. Но сегодня мы рассмотрим, как можно создать обучающее видео для урока, используя только встроенные возможности программы Movavi, то есть без добавления своих файлов. Для тех, кто еще не работал в данной программе, я вам очень кратко расскажу, что она из себя представляет. Когда мы откроем данную программу, перед нами появится вот такое окно. В нижней части расположен монтажный стол. Сюда, собственно, мы будем перетаскивать все элементы для нашего видео. Здесь имеется текстовая дорожка, на нее добавляются тексты, титры, видеодорожка, на нее добавляются картинки, видео и аудиодорожка, на которую добавляются различные аудиофайлы, музыка, звуки, голос. В правом верхнем углу находится окно предварительного просмотра, где можно посмотреть каждый шаг видео, где нужно что-то изменить, добавить, заменить в процессе создания видео, то есть до того, как мы сохраним это видео. В левом верхнем углу находятся вкладки с различными инструментами программы. В своем видео мы будем добавлять фоны, тексты, картинки и переходы. Рассмотрим примеры для разных уроков. Первый возьмем урок математики. В первую очередь нам нужно добавить фон. Для этого в левом верхнем углу мы выбираем вкладку «Фоны». Любой фон можно просмотреть в окне предварительного просмотра. Достаточно лишь нажать на него левой кнопкой мышки, и он у нас появится. Понравившийся фон мы перетаскиваем на видеодорожку монтажного стола. Вот она у нас появилась. Далее нам нужно добавить текст. Для этого в левом верхнем углу мы выбираем вкладку «Титры». Любой фон мы можем также просмотреть, нажав на него левой кнопкой мышки, и увидим, как он будет выглядеть. Перетаскиваем выбранные титры на текстовую дорожку монтажного стола. Чтобы изменить текст, дважды по нему щелкните левую кнопку мышки. Чтобы изменить цвет текста, формат, размер текста, нам нужно выделить тот текст, который мы хотим изменить, и в левом верхнем углу выбрать вкладку «Текст». И здесь мы можем изменить цвет текста, мы можем изменить масштаб, то есть размер текста. Можем сделать его жирным, курсивом, можем выбрать формат другой, какой нам понравится. Положение текста на фоне мы можем изменить, то есть можем его перетащить, можем его увеличить. Можно на одном фоне сделать несколько текстовых дорожек, которые будут появляться в разное время. Для этого в области монтажного стола нажимаем правую кнопку мышки, выбираем «Добавить дополнительный трек» и выбираем трек титров. У нас появилась еще одна текстовая дорожка. Мы выбираем вкладку «Титры», выбираем понравившийся нам вариант и перетаскиваем на текстовую дорожку монтажного стола. Также кликаем два раза левой кнопкой мышки для того, чтобы изменить текст. Для того, чтобы каждый текст появлялся в определенный момент, мы отрегулируем длину каждой текстовой дорожки. Обратите внимание, длина фона и текстовых дорожек не совпадают. Мы можем сами их увеличить максимально, то есть как нам необходимо. Нам нужно, чтобы ответ появлялся намного позже, чем само уравнение. Поэтому с левой стороны мы немножечко укорачиваем длину текстовой дорожки с ответом. Посмотреть результат своей работы можно абсолютно на любом этапе. Для этого необходимо перетащить маркер прокрутки в начало видео и в окне предварительного просмотра нажать на воспроизведение. Скорость появления текста мы тоже можем изменить. Вот, например, чтобы у нас ответ появлялся более медленно. Что мы делаем? Мы нажимаем на текстовую дорожку, которую мы хотим изменить два раза левой кнопкой мышки. У нас появляется окно редактирования. В левом верхнем углу мы выбираем слово «клип». И далее мы изменяем скорость анимации. Например, поставим 55. Посмотрим на результат. Перематываем маркер на начало и нажимаем «Воспроизведение». Можно еще удлинить, чтобы ответ зафиксировался на листе довольно длительное время. Если мы не хотим, чтобы у нас на одном фоне было несколько текстовых дорожек, ну, не понравилось нам такой вариант, мы его можем удалить. Вообще, любой элемент, который нам не понравился, который мы считаем, что здесь лишний, мы можем удалить. Для этого необходимо выделить тот элемент, который мы хотим удалить, будь то картинка, фон, текст. Для того, чтобы выделить, достаточно нажать левой кнопкой мышки. Вокруг него появляется желтая рамка. И нажать на значок или корзинки в области монтажного стола или кнопку «Делить» на клавиатуре. Таким образом, у нас элемент удалится. Итак, если мы не хотим, чтобы на одном фоне было несколько текстовых дорожек, а ответ, например, нашего уравнения был на следующем слайде, тогда мы добавляем еще один фон, выбираем вкладку «Фоны». Следом добавляем еще один фон, выбираем текстовую дорожку, редактируем текст, отрегулируем размер текстовой дорожки и фона и посмотрим, что у нас получится. Рассмотрим следующий пример на уроке русского языка, например, про описание звонких и глухих согласных. Начинаем с добавления фона. Выбираем нужный фон, перетаскиваем на видеодорожку монтажного стола. Далее выбираем вкладку «Тексты» и выбираем понравившийся текст. Перетаскиваем на текстовую дорожку над нашим фоном. Редактируем текст. А теперь давайте рассмотрим на примере, как можно добавить на фон картинку. Для этого в левом верхнем углу мы выбираем вкладку «Стикеры». Понравившуюся картинку мы перетаскиваем на монтажный стол. Размер и положение картинки мы можем отрегулировать, изменить, можем сделать ее больше, меньше и перетащить в нужное место экрана. Отрегулируем размер, длину текстовой дорожки, картинки и фона. И нам нужно добавить еще ответ, какую букву нам нужно вставить. Для этого мы опять выбираем «Тексты». Перетаскиваем нужные титры на текстовую дорожку. Редактируем текст. И перетаскиваем в то место, где она должна появиться. Для того, чтобы ответ появился позже, чем само слово, мы отрегулируем появление текстовых дорожек. Итак, находим текстовую дорожку с ответом и уменьшаем длину этой дорожки. Посмотрим, что у нас получилось. Для того, чтобы смена фонов происходила более плавно, мы добавим между ними переход. Для этого с левой стороны выбираем вкладку «Переходы». Опять же, любой переход мы можем просмотреть предварительно, как он будет выглядеть в нашем видео. Для этого достаточно нажать на него левой кнопкой мышки. Выбранный переход мы перетаскиваем на монтажный стол между фонами. Посмотрим, что получилось. Таким же образом можно добавить переходы между остальными фонами. Таким же образом давайте рассмотрим примеры по другим предметам, например, чтение, природоведение и, например, история. По чтению я возьму вопрос, отрывок стихотворения и ответ. Добавляем фоны и текстовые дорожки аналогично прошлым заданиям. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Итак, текстовые рамки у меня созданы. Теперь мне нужно отрегулировать длину фона, длину текстовых рамок и отрегулировать появление текстовых дорожек. У меня их три. У меня получился вопрос, отрывок стихотворения и ответ, фамилия автора. Но для того, чтобы все они появлялись в нужный момент, их нужно отрегулировать. Итак, сначала у меня будет появляться вопрос, затем будет появляться стихотворение, и только потом будет появляться ответ. Посмотрим, что получилось. Ну вот, стихотворение можно оставить до конца слайда и сделать его появление более плавным, более медленным. Для этого я выделяю текстовую дорожку, с которой хочу поработать, которую хочу изменить. Выбираю слово клип, и скорость анимации я уменьшаю. Например, сделаю 60%. Посмотрим, что получилось. Если мы хотим добавить картинку сюда, мы выбираем стикеры. Например, вот такую снежинку. и перетаскиваем ее в то место экрана, где мы хотим, чтобы она у нас была. Сюда, сюда. Следующее задание по природоведению. Добавляем фон, текст аналогично прошлым заданиям. Итак, по природоведению у меня получился вопрос. Задание в виде вопроса. Ответом будет служить картинка, стикер, который мы возьмем из программы. Только появиться картинка должна намного позже, чем сам вопрос. Здесь мы отрегулируем появление картинки и текстовой дорожки. Итак, выравниваем фон, выравниваем вопрос, выравниваем и дорожку с картинкой мы уменьшаем, чтобы она появилась у нас намного позже. Проверим, что у нас получилось. Можно взять вариант, когда картинка с ответом будет появляться на следующем слайде. Для этого мы на этом слайде оставляем только вопрос. Создаем новый фон. И на этот фон перетаскиваем картинку. Смотрим, что у нас получается. То есть ответ у нас будет на следующем слайде. И еще один пример мы рассмотрим по истории. Выбираем фон, текст, аналогично прошлым заданиям. Продолжение следует... А теперь отрегулируем появление текстовых дорожек. Добавляем переходы между всеми фонами. В левом верхнем углу выбираем вкладку «Переходы». Итак, для создания нашего видео мы использовали встроенные возможности программы Movavi. Это фоны, титры или тексты, переходы и стикеры. То есть картинки. Кроме того, в начало или конец видео можно вставить титры с указанием автора, то есть кто разработал видео, или названием видео. Для этого мы также выбираем вкладку «Титры». Выбираем понравившиеся нам титры и переносим их на видеодорожку «Начало» или «Конец видео». Редактируем текст, указываем его название. Итак, видео наше готово. Можно сделать вывод, что похожие задания, вопросы, формы работы можно создать абсолютно для разных уроков. Ну и напоследок, после того, как видео готово, его необходимо сохранить. С правой стороны мы находим слово «Сохранить». В появившемся окне мы указываем формат видео, это MP4, указываем название проекта, указываем адрес, куда мы сохраняем наш проект, наше видео и нажимаем на старт. Видео сохранится на вашем компьютере или на флешке, в зависимости от того, где вы его сохраняете. Спасибо за внимание!